Уважаемый зритель! В свое время источники МЗК1.ру утверждали, что через Леху Маймыша проходят миллионы долларов, деньги, полученные как от бизнеса, так и от нелегальной деятельности. С Маймушевым считаются практически все авторитеты Казахстана и ближнего зарубежья. Именно он стоял у истоков создания наркотрафика, который проходит через Уральскую Сибирь. Также вор в законе организовал поставки в кита металлопроката, которые там продаются, а на вырученные деньги покупается спирт, и контрабанды возятся на территорию стран бывшего СНГ. Обороты криминальной империи огромны. Леха Маймыш никогда не разменивался по мелочам. Его интересы прослеживаются в золото добывающей угольной промышленности. Можно сказать, что Айт Кали Маймышев является олигархом криминального мира Казахстана, ведь вор в законе контролирует помимо всего, еще и поставки российской нефти и не так давно начал вторжение в агропромышленный сектор. Не забывает Титаника про общее воровское дело. Он назначает смотрящих и положенцев в казахстанских городах, собирает дань с преступных группировок, которые отчисляют вообще отчасти от своего промысла. Эти деньги идут на поддержание заключенных в колониях. А ведь начинал Маймышев как и все воры в законе прошлого века, с малого. Сначала был интернат, где он и получил прозвище Леха Маймыш, в дальнейшем с прибавлением 7 по-латински. Провел в колониях более 20 лет, первый раз попав сюда за хулиганство в 1976 году, когда ему было 18 лет. Далее отметился уже другими статьями, хранение оружия, побег, вымогательство. В 1997 году, уже имея вес в глазах криминальной братвы, Маймыш был коронован в Москве с подачи вора в законе Худага Ассаяна, после чего крепко взял власть в Казахстане в свои руки. Единственным конкурентом здесь у него был вор в законе Серик Голова. Однако после того, как тот был арестован и получил срок, конкурентов у Титаника не осталось. Леха Маймыш имел свои виды и на Россию, где в друзьях у него было много законников. Самой крепкой связью был алтайский вор в законе Муты, к которому казахстанский вор часто наведывался в гости. Помимо Муты, у Маймыша были хорошие связи с челябинскими, питерскими, тюменскими и казанскими законниками. По некоторым данным, сейчас эти связи уже переросли в бизнес-проекты, из которых выросли крупные компании. Имея миллионы долларов, Маймыш влился в бизнес-среду. Те, кому приходилось с ним встречаться, говорят, что и не подумали бы, что перед ними один из влетельнейших авторитетов Казахстана. Маймышев больше походит на авторитетного бизнесмена, который вышли из различных ОПК. Но это не так, он также контролирует организованную преступность, разрешает конфликтные ситуации у различных группировок. Имеется сведение, что Маймыш в последние годы тесно связан с узбекским предпринимателем Селимом Абдувалиевым, который несколько раз спасал его от ареста в своей стране. По последним данным, такой случай произошел в августе этого года, когда Леха Семипалатинский прибыл на воровскую сходку в Ташкент и был задержан местными силовиками. По слухам, за него вступился Абдувалиев, после чего Маймыша отпустили, и ни в каких протоколах о его задержании не было речи. Вообще этот год выдался для Маймышева несколько неудачным. В апреле 2018 он приезжал в Молгову, где должен был встретиться с местными смотрящими, а также с преднестровской братвой по поводу наркобизнеса. Маймыш собирался организовывать новый канал поставки наркотиков из Казахстана в европейские страны, транзитом через Молдавию. Однако здесь его задержали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью, после чего провели обыск в доме, где остановился вор со своим телохранителем. Ничего незаконного у них не нашли, однако из страны выслали, и вынесли запрет на въезд сюда в течение 15 лет. После этого те, с кем контактировал в Молдаве Маймыш, попали под прессинг силовых структур, так как появление такой влиятельной персоны могло активизировать местный криминалитет на какие-то действия. А годом ранее Леху Семипа-Латинского успели выдворить из территории Украины, где по некоторым данным, он также должен был присутствовать на воровском сходнике. Естественно, что правоохранители Казахстана также разрабатывали об Кмаймышева, и даже одно время объявляли вора в законе в розыск. То время он благополучно пересиживал в России. Говорят, летом 2004 года именно по его приказу вскрыли себе вены заключенные в нескольких казахстанских колониях, чтобы власти обратили свое внимание на его влиятельность. Представьте себе, что произойдет, если Маймыш скомандует вскрываться нескольким зонам одновременно, говорит подполковник Нурумов, это же будет шум на весь мир. При поддержке некоторых правозащитных организаций авторитета действительно установят в зонах свой собственный режим. Сейчас сайт Кали Маймышев отбыл все причитающиеся ему сроки, и дальше возводит свою криминальную бизнес-империю, отчего зачастил на крупные воровские исходники, где его слово имеет не последний весовой. Подпишитесь на данный канал, нажмите на колокольчик, и поставьте лайк, спасибо. Спасибо.